Девушки отдыхают Девушки отдыхают В зачете сборная Удмуртия заняла 17 место из 83 команд-участниц Искусственные поля школы футбола весь прошедший уикенд топтали 14-летние юниоры Участники традиционного всероссийского турнира памяти Сергея Холмогорова В Ижевск приехали команды из пяти регионов страны Об уровне конкуренции говорит такой факт Судьба золота решилась в самом последнем матче, на самой последней минуте Репортаж Дмитрий Воронунин Сверстники из Пермского Амкара самые принципиальные соперники 13-летних зенитовцев на этом турнире Пермяки быстры, техничны и мастеровиты И на ключевую игру мемориала Холмогорова против Ижевчан выходили уверенными в себе Тренер Пермяков не лукавил, его пацаны сейчас на подъеме, в отличной форме И хозяев поля они обыграли уверенно 2-0 Впрочем, юным ижевчанам расстраиваться не стоит У них тоже перспективная команда Команда на будущее, которую умело готовит тренер школы футбола Алексей Соснин А участие в таких представительных турнирах, как мемориал Холмогорова Это отличная школа и бесценный опыт Такие турниры дают знакомство с новыми командами, как они играют Ну и опыт, наверное, приобретаете? А чему вы учитесь-то конкретно у них? Ну, новые приемки какие-нибудь там, финты Пусть Амкару 13-летние ижевчане уступили, зато соперниками из Кургана Уфы и Воткинска Проявили себя настоящими молодцами, завоевав медали соревнований Это станет отличным стимулом для пацанов, ведь уже совсем скоро их ждет участие в официальном турнире Буквально 1 июня стартовал перенос в России, они будут защищать честь нашей республики И поэтому сегодня вот этот турнир, он так же, как в рамках подготовки А футболисты Амкара, кстати, об играх ижевчана, обидели еще одних наших земляков Воткинское знамя они разгромили с счетом 4-0 и уверенно возглавили турнирную таблицу А вот дублеры ижевского «Зенита» крупно отступились в «Энгельсе», проиграв в местной «Искре» 0-3 Любопытно, что все голы подопечный Ивана Булкисева пропустили во втором тайме В первых трех туров таблицы третьего российского дивизиона наша команда идет на восьмом месте Имея в активе три очка, завтра гостевая игра с самарскими крыльями Баскетболисты ижевских родников неудачно провели последний домашний матч сезона Соперникам из клуба «Тамбов» они уступили со счетом 56-77 Через день эти сборные проведут ответный поединок уже в «Тамбове» И после этого станет известно, какая команда займет итоговое пятое место в таблице высшей российской лиги Не пустовали Арины Вежевские на стадионе «Зенит» прошел всероссийский турнир памяти Германа Скурыгина На котором медали разыграли сильнейшие скороходы страны Атлеты Удмуртии и здесь были лучшими на их счету 20 наград За триумфом местных легкоатлетов наблюдала наша съемочная группа Перед Полиной Любимовой дилемма не стояла, выступать на этом старте или нет Она, не раздумывая, приехала в Вежевск Ширканская девчонка восхищается с детства спортивными успехами земляка Чемпиона мира по спортивной ходьбе Германа Скурыгина Она в память о нем обещала выиграть этот турнир Главное показать свое хорошее время А технику? Ну и технику, конечно, не надо забывать Насколько серьезный состав участников? Ну, это все-таки все российские соревнования Приехали из Мордовии, так что сильные Любимова сдержала свое обещание, выиграла турнир Сдержал его и наставник из Мордовии Евгений Поплавский Он старается ежегодно приезжать в Вежевск Почтить память известного спортсмена Это был настоящий боец, настоящий друг И Евгений всегда о Скурыгине своим воспитанникам рассказывает Это память светлого человека Во-вторых, Удмуртия это прекрасная школа спортивной ходьбы Это история, это замечательные спортсмены в прошлом И сам турнир нам очень нравится, он хороший, он хорошо организован Мы стараемся всегда поддерживать Скороходы из Мордовии везли домой около десятка наград Остальные 20 остались в Удмуртии Наши атлеты продемонстрировали на турнире высокие скорости А главное техничную ходьбу В группе элита победителями стали Альбина Лебедева и Сергей Карепанов И последнее, в Вежевске открыт велосезон На старт городского турнира вышли около 300 участников Самого разного возраста и физподготовки Ехали ребята в групповую гонку Ее победителями в своих группах стали Сергей Быков, Вера Вахрушева И совсем юный гонщик, 10 лет от роду Егор Постников Это все новости спорта, до встречи завтра Субтитры создавал DimaTorzok